ребятушки собственно говоря привет из витебска вот эти вот красавцы все не дают мне покоя почему ну что то есть в этом беспощадном японском тюнинге сегодня ко мне едут уже старой достаточно модели которые я давно хотел приобрести это suzuka и еще в одной раз к раскраске дрифта но собственно говоря можно сегодня вдаться более подробно в тему не судить почему у рейджин экспресс это небо садзоку басадзоку в буквальном переводе с японского это племя яростной езды и вообще почему именно сегодня я решил поговорить про басадзоку маленькая история из жизни ну во первых не и так этот стиль нравится потому что он яркий стильный агрессивный сижу смотрю с сыном мультики как обычно такая вот детская заставка теремок тв а потом а вы собрались на фестиваль машин басадзоку вообще басадзоку назвать стилем будет наверное даже не совсем правильно басадзок это просто такое общее понятие которое выбрало в себя множество стилей а вот кстати автомобиль построенный в стиле басадзоку имеет конкретнее конкретное название закусия среди автомобилей басадзоку вы не найдете четкое разграничение стилей такие автомобили выбрали в себя очень много атрибутов из разных стилей поэтому их называют автомобиль в стиле басадзоку однако все-таки это не совсем верно так как построить машину как у банд басадзоку не значит быть в банде басадзоку да и не все члены движения стремятся нарушать общественный порядок некоторым достаточно уличных гонок такие объединения называют себя командами и гонщиками каиду этакая новая волна старых стритрейсеров но это уже другая история для некоторых людей это вообще оскорбление так как их причастность к данному движению заключается в том что они стилизуют свои авто по канонам басадзоку но никакого отношения не имеют к бандам у закусия есть пять основных направлений тюнинга это секотан исторический первый и классический стиль басадзоку основной его элемент это спортивный автомобиль с заниженной подвеской и доработкой внешнего вида янки стайл представляет собой псевдо гавайский стиль навеянный гавайскими рубашками и белыми брюками из 70-80-х годов вип стайл или бипу современное веяние в культуре басадзоку ориентированный прежде всего на современные автомобили представительского класса которые стоят не две копейки коса стайл олдскульные японские автомобили 80-х годов которые в свою очередь не обязательно должны быть выкрашены яркие цвета и иметь заниженные подвески и гротян гоночные машины с адовыми обвесами зачастую точные копии от гоночных машин иногда можно встретить даже каркас безопасности одна из самых распространенных легенд появления басадзоку как банды а не стиля автомобиля это то что императорские летчики камикадзе которые после войны не успели отдать свои жизни теперь гоняют по улочкам и японии на максимальных скоростях в поиске адреналина но такие камикадзе слушай камикадзе камикадзе это тот кто хочет угнать закуси я тебе дома расскажу даже само название басадзоку появилась совершенно случайно сами эти банды существовали ранее но именно 72 году в одной из статей в газетах один из редакторов объединил слова босса и джоку гонки и банда и это название очень хорошо прижилось а до этого их нами называли каменари зоку банда грома дети грома план грома вот блин вот слушай вот японии вот даже вот этих вот бандитов так красиво называли вот у нас бы их называли совсем по-другому как не при детях не при детях но я думаю теперь понятно почему их называли клан грома до вопросов никаких не осталось а теперь представляете есть это не один мотоцикл а два три десять или два десятка и по узкой улице я думаю жители были вообще в диком восторге от всего этого но несмотря на то что вот это вот так хулиганили скажем так криминальные элементы потом это переросло даже в мирное соревнование звуком и ребята то есть перед публикой становится на мотоциклах и показывает свое мастерство владения своим мотоциклом который претерпел некоторые изменения а вот собственно говоря вышеупомянутые соревнования ребята стоят в ряд и по очереди показывать свое мастерство причем иногда это даже напоминает какие-то мелодии это мы сейчас тоже сделаем вставочку мне понравилось как на ю тубе поверх накладывают музычку получается вообще бомбезно только что вы прослушали отрывочек из заставки дара и моно а теперь переносимся чтобы посмотреть на девчат которые тоже ездят на мотоциклах и также показывать свое мастерство наравне с парнями и теперь это ничего общего с криминалом не имеет вот такие вот замечательные соревнования более того батта происходит даже команда на команду 3 на 3 к примеру это тоже уже не редкость собираются командами и так сказать кто кого а вот эти художественно украшенные грузовики называются декатуро образовалась от слов декорейшн трак ну украсить грузовик в этом и есть философия декатуро украшать грузовик до такой степени пока это не влияет на его технические характеристики сами владельцы просто само выражаются этим и они никогда не используют вот эту вот площадь для каких-то реклам вот и получается что автомобили в стиле басадзоку берут свои корни от банды с одноименным названием а вот до которая даже появилась немного позже движение родилось в семьдесят пятом году когда на экраны вышел 10 серийный фильм под названием тракер повествующий о водителе колесившим по японии на необычно декорированном грузовике фильм имел громадный успех и зрители бросились в гаражи воплощать то что увидели на экранах надо заметить что японцы увлекающийся народ и водители дальнобойщики тратят все имеющиеся у них средства чтобы превратить свои транспортные средства в роскошные произведения искусства зачастую они объединяются сообщества где могут продемонстрировать свои достижения и поделиться опытом с такими же энтузиастами вот так и получилось что приехали вот эти вот три мною желанные модельки потому что хотелось бы чтобы именно вот эти вот блины рикару рекалор это или пепери выпуски я уже запутался но смысл в том что мне не смущает что одинаковые модели с разными цветами потому что именно этот принт не нужен был это знаете как вот это вот мэдманга то же самое я стараюсь по возможности братья остальные мэдманги но вот эти вот две это была основная цель чтобы они были дрифта тоже она как бы косвенно вписывается в эту серию но вот я хочу чтобы у меня было поэтому давайте сейчас откроем вторую дрифт там такой хороший яркий насыщенный фиолетовый цвет здесь у нас кстати разные колеса в отличие от предыдущей модели здесь они одинаковые просто разного цвета тут еще разные колеса решили писать тут просто прикольные принты с иероглифами как мы видим да и на капоте и по бокам и ну визуально она как будто бы вот хорошо становится с ними со всеми именно поэтому вот две матманги две дрифты парочку до которых рейджен экспресс и suzuki две штучки будет прям великолепно ничего супер интересного снизу у нас конечно же не будет но сама модель выглядит достаточно достойно и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну неплохо, неплохо Так, и... Так, это один и тот же робот Да, только здесь более удаленный план А здесь близкий На капоте Очень такой неплохой принт И да, опять-таки, визуально она прекрасно вливается в эту линейку Мне как-то даже написали, что она... Подожди... Тяжеленькая какая-то Мне писали, что по смыслу она продолжает вот эту вот тематику Я информацию в интернете пока не нашел Наверное, я плохо искал, поэтому буду искать еще И... Ну, я охотно верю Потому что вот прямо она вот просится Вот просится эти две модельки Соединиться вот с этими со всеми Итак, желтенькая Сузука И... Красненькая Сузука Естественно, тут она ничем особо отличаться не будет Но в паре В паре, как по мне, они смотрятся намного веселее Так, естественно Точно такой же принт, только на красном Даже не знаю, какая лучше смотрится Неплохо, неплохо Очень неплохо сделано Шикарно Вот так и получается, что теперь у меня Есть по две модельки Ну ладно, некоторых больше Рейджина и Мэдманги Трек Манга без крыши Как-то не настолько сильно мне понравилось Поэтому, в принципе, у меня, по-моему, даже ни одной модели в коллекции нет Надо будет посмотреть на барахолочки И вот такими недорогими модельками интересными Но можно окунуться в историю Как-то получается, ты немножко больше узнаешь про мир автомобилестроения Даже не столько строения, декорирования, как на примере Рейджина Экспресс И смысл в том, что, естественно, будут более дорогие и более крутые машины Сборные в больших масштабах Особенно до которых можно взять даже на том же Алиэкспресс Но ключевое слово было первое Более дорогие Здесь же, благодаря Hot Wheels За небольшую цену Мы можем подержать в руках миниатюрную модель Настоящей истории японского тюнинга Потому что ни в какой другой стране больше таких грузовиков ты не встретишь Все прекрасно Даже кто далек от темы Они могут сказать, что это что-то японское Хотя бы по иероглифам, по всему остальному Поэтому достаточно занятные модели Особенно если у вас будет хотя бы одна Мэд Манга и один Рейджин Экспресс в коллекции Это будет великолепно Потому что сможете поумничать и что-то интересное рассказать про японский тюнинг Вот, не знаю, у меня вот такая прям сильная ассоциация у этого тюнинга со словом беспощадный Потому что он прям такой, ну, действительно интересненький Вам всем спасибо за просмотр Живите и процветайте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok